Девушки отдыхают Я о себе думал все время как автор. Автор чего, это уже другой вопрос. Но все-таки журналистика, несмотря на то, как вы к ней относитесь, это профессия, которой совершенно преступно учить в специальных учебных заведениях, потому что журналистике научить нельзя, ей можно только научиться. Процесс обучения, он проходит не тогда, когда вы в зале сидите и меня слушаете, а когда вы живете. И чем активнее вы живете, тем больше багаж вы набираете. Но и здесь есть технология, потому что в нашей жизни очень легко многие вещи просто пропустить, не заметить, пройти мимо. А журналисту этого не полагается. Поэтому первая часть нашей беседы, как мне помогло театральное училище имени Щукина, которому исполнилось позавчера сто лет. Как мне помог Равин из Коннектикута, в подвале которого мы начинали первое российское телевидение в Америке. Как мне помогла бабушка моя Мария Михайловна, которая не знала ни Равина, ни телевидения, ничего другого. Потому что, когда выходишь перед молодой аудиторией и хочешь поделиться опытом, это так или иначе синтез из того, что ты прожил. Если вам слово синтез незнакомо, обратитесь в Википедию. Даже не шутка, потому что все чуть что лезут в Википедию, которую пишут они сами. И там такого барахла куча. Ну, например, откройте страницу Александра Гордона. Так вот, давайте начнем серьезно. Когда человек выходит на публику, неважно, будь это публикация в местной газете, в общероссийской прессе, будь это репортаж или даже программа на телевидении, радиопрограмма, подчеркиваю, неважно, стихотворение, живописные произведения, рассказ в основе удержания внимания, а это главная задача того, кто выходит на аудиторию, удержать внимание этой аудитории. Всегда лежит один принцип, о котором мы сегодня кратко и, как, надеюсь, ясно, почти прям вот как для шестиклассников поговорим. Если вы вышли на аудиторию и не смогли удержать внимание, аудитория либо уснет, либо уйдет, подчеркиваю, неважно, пишите вы заметку, тогда пролистнут. Или, как сейчас, я вот перед вами стою и смотрю, как девочки накручивают одно на другое. Не отвлекайся. Что я сейчас сделал? Человек отличается от многих других биологических видов тем, что, помимо прочего, у него есть внимание. У животных внимание всегда непроизвольно. Что-нибудь случилось, животное реагирует. Ничего не случилось, спит мертвым сном, как мой кот дома в Москве. Человек имеет роскошь направлять свое внимание, делать его произвольным. Что я сейчас сделал? Я взял непроизвольное внимание и превратил его в произвольного. И постараюсь на все время, что я стою здесь, удержать это внимание. Правильно? Как? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Непроизвольное внимание – это способ выживать в этом мире. Ну, действительно, что-нибудь грохнуло там сейчас за кулисами, не дай бог, большое. Ну, просто что-то грохнуло. Половина зала встанет, половина побежит куда-то, половина притаится. И это непроизвольное внимание. Произвольное внимание – это внимание, которое я, стоя на этой сцене, заставляю вас использовать, чтобы меня понять. Я, соизмерение с миром, малейшая, мизерная, ничтожная часть этого мира. Мир каждый день говорит вам – обрати на меня внимание. Обрати, пожалуйста, на меня внимание. Я здесь, я твой мир. Я так живу, у меня такие законы, да, ты часть этого мира. Обрати, мы, как правило, не слышим и не видим. Если я попрошу вас, не оборачивайся сейчас, не оборачивайся. Кому сказал «не оборачивайся»? Рассказать мне, что вот на той стене, которая завершает этот зал, расположено? Так, в ход пошли зеркальца. Айфоны с обратной камерой. Понимаю. Понимаю, да. 99% из зала, кроме сотрудников этого зала, мне на вопрос не ответят. Почему? Да вы не обратили внимания, когда вошли. Да зачем вам? Вы правы. Та картина, которая сейчас у вас за спиной, может вам никогда в жизни не пригодится. Никогда. А, повернулись все-таки. А вот повернулись, сколько там окошек? Как два, когда их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и два больших. Как два? Мелочь? Мелочь. Но, смотрите, почему я заостряю на эту мелочь внимания. Чаще всего так и происходит. Наш глаз, наше внимание говорит нам, не обращай внимания. Тебе это не нужно. Никогда в жизни не понадобится. И тут возникает вопрос, раз уж вы выбрали эту профессию. А вдруг? А вдруг да понадобится. Почему я начал говорить про театральное училище, потому что там тренировка внимания к окружающей среде – это основа существования артиста. Ты не можешь сыграть другого человека, если ты на него не обратил внимания. Если ты его не рассмотрел, не выучил и в результате либо не полюбил, или не возненавидел. Мир откликается. Мир становится вашим только в том случае, если вы обращаете на него внимание. Почему это важно? Первое. Чему бы я сейчас не научил вас, в том числе и конфликту, но представлению моем о том, что это такая крупица созидания в нашем труде. Кирпичик такой, из которого строится любое, подчеркиваю, любое медийное произведение, любое. Даже если вы сейчас будете прекрасными учениками и ученицами, и поймете прямо вот с полслова, о чем я говорю, и захотите употребить это на практике, и потом придете ко мне, или я приду к вам в кошмарных снах, а вы будете говорить, ах, ты гад, обманул. Вот мы все делали, как ты говоришь, а на нас не обращают внимания. Прежде чем заинтересовать кого-то собой, нужно поинтересоваться миром. Прежде чем поделиться багажом, любым, таким бы он ни был, нужно этот багаж набрать. Я понятно говорю или еще проще? Еще проще, понятно. Каждое утро вы просыпаетесь, видите те же стены, в которых выросли, или куда недавно переехали, или вдруг случайно оказались. И вы не обращаете на эти стены внимания, потому что вы знаете, что вы их знаете. Это не совсем так. Тот пример, что вы вошли в зал и не обратили внимания на эту стенку, лишний раз подтверждает. Мы, однажды увидев, даже собственную комнату, собственную детскую, однажды увидев, мы думаем, что мы это знаем. Ни хренашечки мы не знаем. Можно быть 70-летним человеком и идти по Садовому кольцу в Москве, вот прям как я сейчас иду, буквально так, и вдруг удивиться, какая нелепая морда у троллейбуса, которой ты садился все эти 70 лет. Вот это удивление, это попытка отметить отличное в мире, это способность обратить и удерживать свое внимание на объекте, это то, без чего никакой творческой профессии, в том числе и журналистской, быть не может. Если вы не наблюдаете за миром, вы не обогащаете свой внутренний мир. Если вы не обогащаете свой внутренний мир, кому вы нужны? Даже если вы выполняете маленькое редакционное задание, а я преподавал 4 года, к сожалению, журналистику, и давал эти редакционные задания самостоятельно студентам моим, скверный, надо сказать, из школы приходит материал, скверный, это вы. И вот в попытке поменять этот материал я утыкался всегда в одно и то же. Все вроде грамотно сделано, я могу поставить твердую, тройку, потому что человек понял, о чем я говорю, он из этих кирпичиков выстроил хоть какое-то на повествование. То есть по профессии все нормально. Но со мной говорит дебил. Александр Гарич, как же, я же все правильно сделала. Да, но ты дура. Почему я дура? Да потому что ты не видишь того, что тебя окружает. Ты не наблюдаешь, ты не замечаешь, ты мне неинтересна, даже если ты делаешь все правильно. Теперь давайте к конкретике. Что я предлагаю вам? Я предлагаю вам завести привычку, которая позволит, используя эту привычку, сколь угодно долго свое направленное внимание обращать к миру. Вы будете царями положения, а не рабами положения. В чем эта технология? Она элементарна. Есть громадное количество упражнений, мы сейчас одно из них попробуем с вами сделать, которое помогает вам понять, о чем я говорю. Но мы все индивидуальны, к сожалению. Если бы люди делились хотя бы на четыре типа, жизнь была бы возможна. Но поскольку вы все разные, как с этим жить-то? Станиславский был такой режиссер, основатель системы имени себе, вот имени Станиславского имени, который в режиссуру пришел из актерского мастерства и понял, что главное для человека, который выходит, повторяю, это не обязательно сцена, это не обязательно радиоплощадка, это любое выступление перед публикой. Статья, заметка, рассказ, картинка. Любое выступление перед публикой провалится в том случае, если вы не умеете удержать внимание этой публики. Он предположил, и был на самом деле прав, что есть некие круги человеческого внимания. Терминологии разные бывают, но суть вы сейчас поймете. Есть самый необходимый человек, когда он в одиночестве, спит или в туалете, внутренний круг. Когда его сознание сосредоточено на том, что происходит в нем. Ничего другое сознание не отвлекает. И этот внутренний круг — это то, что внутри нас. Если мы видим человека, который стоит вот так, мы понимаем, что он внутри себя. Мы понимаем, что сейчас у него задействован только один круг внимания — внутренний. Внешние круги Станиславский разделил на три типа. Ближний. Я читаю книжку, я сосредоточен на картинке, которую я здесь разглядываю. Да это я уже не в себе, я уже в книжке. И это ближний круг моего внимания. Средний — это обычный круг общения. Даже в таком зале, вот в такой громадной аудитории, я использую средний круг внимания. Потому что я вас всех вижу, вы все в зоне моей досягаемости, я пытаюсь сделать так, чтобы вы обратили на меня внимание в среднем кругу. И есть еще дальний. Это то, что сейчас органам наших чувств не подвержено ни слуху, ни обонянию, ни зрению. Но мы знаем, что вот мы сейчас выйдем, и там будет Екатеринбург. Мы даже знаем, что если мы выйдем отсюда, он будет таким. А если оттуда, как меня заводили со служебного входа, то другим. И это дальний круг внимания. Зачем я вам это рассказываю? Во-первых, потому что, как я уже сказал, дальний круг внимания не подвержен органам чувств. Ну, может быть, мы услышим, как там завизжит машина, сталкиваясь с другой, потому что в городе снежный и гололед. Вот, может быть, мы как-то обратим на это внимание. Но знание о том, что мы находимся в этом зале, а его окружает город, а его страна, а его мир, не поддается чувствам. Регулируется только мозгом. Только тем, что у нас вот с вами здесь, кстати, не знаю, как у вас, у меня точно совершенно, самое сложное, что было создано природой за всю историю эволюции. Синтез внутри звезд. Кометы, метеориты, рождение новых вселенных, все это чушь по сравнению со сложностью того, что нам дано во владение. А раз нам это дано во владение, я задаю вопрос, для чего? Я отвечаю, для изучения того, кто нам это дал. Если вы верите в Бога, значит, Бога, не верите, значит, природы. Потому что никакого другого смысла, никакого, потому что животные гораздо успешнее нас в выживании, людей, никакого другого смысла вот это, что находится в коробке здесь, не имеет. Итак, возвращусь. Круги внимания. Во-первых, они помогают человеку перед работой, любой работой, сосредоточиться. Если вы произвольно начнете тренировать свое внимание и переводить его из круга в круг, вы, если будете делать это регулярно и добросовестно, вы очень скоро поймете, что у вас как будто новые уши выросли, новые глаза появились, и в душе что-то другое зашевелилось. Проверено, поверьте, проверено. Во-вторых, если вам понадобится выступать перед аудиторией, как я сейчас, в телевизионной ли программе, в радио ли программе, я этим очень часто пользовался даже на радио, то если вы произвольно переключаете вдруг у себя круг внимания, знаменитые чековские паузы, это что? Ну вот Антон Павлович Чехов пишет «Пауза». И эти паузы – это уже легенда мирового театра. Что такое пауза? Когда все замолчали? Нет. Это когда люди из среднего круга общения вдруг разбрелись кто куда. Один в себя, другой слышит, как где-то там рвется нить и падает байда. Когда вдруг из союза людей, которые вот здесь, сейчас находятся, каждый вдруг уходит в свой круг внимания, возникает та самая пауза. Почему это полезно человеку, который стоит на сцене? Утомил я вас, предположим. Я могу произвольно поменять круг внимания. Вы спросите меня, тут стоя понятно, а на радио как? А на радио элементарно. Со мной разговаривает человек. Чего ожидает зритель, слушатель в ответ на разговор? Реплику, уточнение, вопрос. И вдруг я меняю круг внимания. Вдруг я делаю его либо внутренним, на радио, либо ухожу туда, во внешний круг, в дальний. Что мы слышим в эфире? Мы слышим паузу. Как мы понимаем, что это не просто пауза, что это не просто тишина, что не просто микрофон сломался, а пауза? По реакции того, с кем мы разговариваем. Был-был ты с ним, разговаривал, и вдруг исчез. Вот ты сидишь перед ним, а тебя нет. Что в этот момент происходит с аудиторией? С аудиторией в этот момент происходит чудо. Она перестает понимать логику происходящего и начинает задумываться, о чем он молчит. Ну вот что? Умер, ушел, текст забыл, микрофон сломался. Что происходит в этот момент? В этот момент происходит простой факт. Я взял это непроизвольное внимание аудитории и превратил его в произвольное. Они лишний раз отвлеклись от всех своих рук и прилинули к радиоприемнику. Как часто можно использовать такой прием? Да сколько хочется, пока не надоешь. Я не об этом. Эти круги внимания, а мы сейчас проведем все-таки с вами такой маленький тренинг, да. Тренировать можно везде. Дома, на учебе, в транспорте общественном, когда вы едете. Никто даже не обратит на вас внимания. Вы даже не будете шевелить губами, как безумный, да. Вы будете заниматься своим внутренним делом. А чем еще заниматься в транспорте, на учебе или дома, как не внутренним делом? Вот давайте попробуем сейчас. Ничего никому не показываю. Особенно мне. Я-то вас всех вижу. Давайте каждый из нас погрузиться во внутренний круг внимания. Прямо в себя. Не актерствуйте, не играйте, не стесняйтесь. Я специально говорю эти слова, чтобы отвлечь ваше внимание сюда, на средний круг. А вы не обращайте на меня внимания. Вы оставайтесь там, во внутреннем. Внутренний круг внимания. Кто я? Что я здесь делаю? Хорошо мне или плохо? Зачем я себе, маме, папе и всему миру? А теперь давайте на дальний переключимся. Вот на тот, на Екатеринбург, который за, за. Теперь вернемся в средний. Это когда мы видим друг друга. А теперь опять во внутренний. А теперь ближний. Боже мой, какой же я маникюр сделал охреновый. Ближний, не средний. Вы отреагировали на мои слова. Почему? Потому что вы находитесь сейчас в среднем круге внимания. Я призываю вас. Если бы вы на самом деле увидели свой или хороший маникюр, вы бы не услышали, что я сказал. Я вам советую, рекомендую, я большего не могу сделать, стоя на этой сцене, повторять это упражнение хотя бы раз в день. Хотя бы по 10 минут. Не могу объяснить, что с вами произойдет, но произойдет. Дальше больше. Вы можете прийти домой и на кухонном столе расставить в произвольном порядке какие-то предметы. Солонку, перечницу, ложку, вилку положить. Дальше можете попросить маму, папу, брата, сестру, друга, подругу. Сказать, давай сыграем в игру, я сейчас выйду, а ты поменяешь местами что-то. Поскольку вы жертва, а меняет местами он, думаю, что любой в эту игру сыграет с вами. И вот опять, такого рода тренинг, ежедневный, приведет вас к тому, что вы якобы невзначай, якобы походе. Входя в зал, будете знать, сколько окон там, как настроена эта часть зала, какого цвета кресло, почему занавес такой. Мы не говорим про смыслы пока, мы говорим про механику произвольного обращения внимания. есть еще одно замечательное упражнение, и я вас призываю проводить его ежедневно. В городе метро опять где-то что-то заметили необычное. Вот сейчас, например, как это сидя, можно так одернуть кофту, чтобы она оказалась еще и под задницей, не вставая при этом. Что я сделаю сегодня вечером? Я запишу это. Вы не поверите, а я вернусь сегодня, вспомню самые яркие свои наблюдения и запишу. Девочка в красном кресле, в полосатой майке, с двумя косичками, как-то так поддернула под себя это, что я не понял, как это можно сделать. Нужно мне это? Не знаю. Я не знаю. Понадобится мне когда-нибудь это? Кто знает? Кто знает? Может быть, при написании репортажа из школы, когда там произошло какое-нибудь чрезвычайное событие, вам эта деталь понадобится, и вы ее туда втюкаете. К чему это приведет? Это приведет к тому, что другие узнают этот мир через вас. Вот тут самое сложное, потому что я понимаю, к чему я вас призываю. Я призываю вас не лениться. А это в нынешнем поколении почти невозможно. Но если вы ответите себе на вопрос, ради кого я занимаюсь этой профессией, ради чего я живу, то вот эти упражнения, которые у вас больше получаса в день не отнимут, а вдруг сделают вас сознательным профессионалом, может быть, и помогут. Может быть, лень нужно оставить на что-нибудь другое. Почему так важно вести дневник впечатлений и наблюдений? Это не тот дневник, который многие в школе начинали. Ой, он посмотрел на меня, я ему ответила. Он написал мне, а я ему сказала, подожди. Нет. Это сюжет, который вы фантазируете в этом мире. А я говорю про наблюдения и впечатления, которые вы от этих наблюдений получили. Очень скоро у вас наберется прям вот, они будут тетрадками отлетать, эти наблюдения. А дальше произойдет, если вы будете это делать. Из моих студентов, из 30 с лишним человек, регулярно это делали только трое. И это было по ним понятно уже через полгода, что они это делают. Обмануть здесь нельзя. Так вот, вам самим будет интересно прожитая вами жизнь неделю назад, месяц назад, полгода назад, год назад. Повторяю, это не дневник событий вашей жизни. Вы не пишете его для того, чтобы сказать, какие вы поступки совершили, как вы были хороши или плохи в этот момент. Нет. Это дневник впечатлений и наблюдений, который обогащает ежедневными наблюдениями вашу картину мира. Вы не просто пребываете в этом мире, вы его изучаете. А любой, кто занимается творческим трудом, занимается только одним. Он изучает мир теми способами, которыми ему определил Господь. И ничего другого. А изучив этот мир, или споткнувшись на том, что он неизучаем, или получив какие-то вопросы, на которые он не может добиться ответа, он обращается к другим людям, к слушателям, к зрителям, к товарищам, к врагам. С криком, смотрите, что я нарыл. Неужели так можно? У вас тоже такое? Вы со мной или нет? Нет. Подводя итоги первой части нашей беседы, совсем для шестиклассников, должен сказать, первое, нельзя заниматься публичным трудом и не уметь удерживать внимание. Второе, можно научиться техническим приемам, как удерживать это внимание, и мы этим сейчас займемся. Но если вы не внимательны к миру, если вы не обогащаете себя каждый день наблюдениями этого мира, если вы не развиваете собственную, назовем так, внимательную любознательность к этому миру, какой бы технологией вы ни обладали, вы не будете интересны никому. Никому настолько, что даже мужу и жене. А в этой аудитории, я думаю, это главные слова, которые сейчас прозвучали. Дети молодые, поэтому все впереди. Я предложил вам маленький спектр упражнений, которые испытал на себе, которые помогают мне в этой профессии. Я призываю вас хотя бы попробовать, хотя бы попробовать, примените к себе. И не останавливаю вашу фантазию, потому что эти упражнения можно множить, множить и длить. Каждый из вас очень скоро поймет, что ему интересно в этом мире и зачем ему хочется наблюдать. Но еще раз скажу, так же, как не бывает актера, без природного дарования. Что такое природное дарование у актера? Это обаяние. Человек должен быть приятен или интересен, когда он стоит перед вами. Это темперамент. К этому мы сейчас придем. Желание выполнить задачу, желание увлечь в зал. И это органика природная, то есть естественность поведения в разных обстоятельствах. Вот если этого нет, ни один педагог мира, ни из одного человека, актера не сделает. И это необходимое, недостаточное, но необходимое, чтобы заниматься актерским трудом. Вам повезло больше, если вы не хотите быть артистами. Вам нужно всего-навсего стать интересным человеком для других. Как? Я только что об этом сказал. Мне так кажется. Топеречек технологии. Почему бабушка вы поняли, наверное, почему Щукинское училище начали понимать? А при чем здесь раввин Марк Галлоб? Даже самый пытливый ум вряд ли узнает. А вот при чем. Я приехал в Америку в эмиграцию 25-летним человеком с актерским дипломом. Работал в пиццерии. Потом кондиционеры вставлял. Ну я же в чужой стране, мне надо деньги зарабатывать. И потом совершенно случайно. А случай... Вот если бы я не наблюдал этот случай, я бы сейчас вам про него не рассказал. Случай был такой. Я люблю ловить рыбу. Прозвучало по-чеховски, конечно. Вот я люблю ловить рыбу. И работаю при этом в пиццерии. То есть что я делаю? Я принимаю заказы, потом беру пиццу, сажусь на машину и отвожу эту пиццу по адресу. И это очень хорошая работа, потому что там есть чаевые еще, которые тебе дают. Но она хорошая работа только тогда, когда она есть. То есть когда люди хотят пиццу. А бывают моменты, когда они не хотят пиццу. А за час пребывания на работе тебе ничего не платят. Ну платят там, гроши какие. Поэтому что я? А мне же семью кормить надо все равно. У меня все время в багажнике лежала удочка. Ну и снасти. И как только на работе тихо, я подхожу к менеджеру и говорю, ну я это... Ну давай, чего ж. Я на океан ловить рыбу. Соединенные Штаты Америки очень гнусная страна в том смысле, что у них законов гораздо больше, чем у нас, и многие из них нелепые. Ну например, та рыба, которую я ловил, она называлась страйббас, такой морской окунь. И каждый год правительство Соединенных Штатов выпускало цифры. Вот такого можно брать, а такого уже нельзя. В тот год, когда я ловил, такой это был метр. То есть меньше метра брать нельзя. Ну это большая морская рыба. И у каждого уважающего себя американца на удочке было... Меня, впрочем, тоже, да. На удочке изоленты или чем-то другим был отмечен размер. Ну ты же не будешь за ним с линейкой бегать, правда? Поймал, вытащил. О-о-о, извини парень, иди домой, гуляй. Гуляй, гуляй. Это при том, что я ловлю не для забавы, а чтобы поесть. И вот стою, я ловлю эту рыбу. И рядом со мной такой здоровый негр стоит. И тоже ловит. Поймал такого, ну где-то сантиметров 20, наверное, да. И в песок закопал. Я не то, что... Как я могу осуждать? Во-первых, могу в глаз получить, да, что осуждать-то вот это вот. Не осудишь никогда, да. Но, с другой стороны, что-то нечестно получается. Я ловлю и отпускаю, а он раз и закапывает. Он поймал второй мой взгляд. Третий. Положил удочку, подошел ко мне, думаю, все. Все, про их нравы я уже знал к тому моменту многое. Он говорит, что ты смотришь-то? Я говорю, ну что, смотрю. Слушай, давай так, вот честно скажи мне. Предположим, я акула. Ну, рыба, акула, знаешь. Шарк. Я говорю, да, знаю. И мне жрать хочется. И вот я что, с линейкой должен подплывать к этой рыбишке? Ой, милая, позволь тебя сожрать или нет? Я шарк, говорит. Я блэк шарк. Понятно? Я говорю, понятно. А можно я буду white шарк тогда? Говорит, валяй. И мы с ним натаскали вот этих вот. Они чем мельче, тем вкуснее. Вот же в чем фишка-то еще. Натаскали, прям килограмм в восемь у меня под ногами лежит уже. И он говорит, ну пока, white. Я говорю, пока, блэк. Значит, все. Он собрался, у него пакет какой-то, он эту рыбу побросал. А закапывал, потому что там иногда береговая охрана ходит и может оштрафовать. А у меня-то нет ничего. Я рассчитывал на одну, на большую, а не на восемь маленьких. Мне куда их деть-то? И он вошел в мое положение, говорит, сейчас из машины принесу. И принес мне не пакет, не кулек, как говорят в Одессе. Он принес мне 24 полосы газеты «Новое русское слово». Я даже не стал спрашивать, зачем негру газета «Новое русское слово», но понял, что именно для таких утилитарных нужд совершенно. Я его поблагодарил, завернул весь улов в эту газету, как-то допер до машины, потом, значит, из машины домой, стал чистить рыбу. И к самой верхней рыбе прилипло объявление. Новому русскому телевидению требуется, и дальше весь спектр всех, кто требуется телевидению. Ну, всех, от операторов до журналистов, всех. Я тут же, боясь, что меня дальше размоет, видите, что такое наблюдательность? Боясь, что у меня дальше размоет телефон, это же я тогда увидел, что еще чуть-чуть я последние три цифры потеряю, потому что влага же, вода проступает. Пока его не размыло, я тут же звоню по этому телефону, грубый голос, говорю, чего? Я говорю, вот тут я объявление. Какое объявление? Я говорю, ну, тут телевидение вроде. Ты кто? Я говорю, ну, вот я артист, там все. Артист, прочти что-нибудь по телефону. Я говорю, что? Что хочешь, читай. И тут же вот тоже размокшая заметка о том, как вертолет береговой охраны США почему-то упал в океан. Я голосом Левитана начинаю мы это читать. Все, приезжай завтра в Коннектику на работу. Все. Это был Миша Правин, вице-президент этой компании, который каким-то чудом, сделав деньги в России в 90-е годы на крышках, ну, эти крышки, ну, банки закрывать, консервные, да. Это был дефицит страшный, и он какие-то прям большие деньги сделал. Как-то их переправил туда, и там решил открыть телевидение и нашел партнера, очень профессионального, Равина, который 10 лет уже до этого вел программу на еврейском телевидении и был знаменитым человеком в Диаспоре. Так вот, почему я рассказываю все это. Меня посадили читать новости. Ну, что тут сложно? Вон у тебя текст на экране. Скорость отрегулировал движение текста, и читай себе. Причем, раз меня взяли за левитановский голос, лучше левитановским голосом и читать. И очень скоро выяснилось два но. Первое. Аудитория этого канала была довольно пожилой. Ну, прям, скажем, сильно пожилой. А некоторые из них еще могли сказать про себя, что русский неродной у них. И поэтому, когда ты начинал читать, что у меня такое, вчера в районе Центрального парка произошло происшествие, которые... То есть они не понимали, что происходит. Они просто не понимали. Очень быстро. Тут же звонки раздались. Да зачем так быстро? Вчера в районе Центрального парка произошло следующее событие. Вот так хорошо. И я успокоенный тем, что так хорошо. Начинаю так и читать. И тут приходит этот Равин Маргалов. Говорит, я не понял, почему ты не играешь? Я говорю, что я не играю? Ты не играешь. Ты не понимаешь, что это catch and release? В терминологии Рыбаков catch and release это как раз то, о чем я вам говорил. Поймал, отпусти. Поймал, отпусти. Я говорю, здесь ты какой catch and release? О чем ты говоришь, Маргалов? Он говорит, чему тебя учили? Слушай меня внимательно. Что такое новость? И дальше он воспроизводит интуитивно импонитую, а потом мной уже отработанную схему, о которой мы еще поговорим. Именно конфликтную схему. Мало сказать, вчера в Центральном парке произошло то-то, то-то, то-то. Нужно сказать, вчера в Центральном парке. И вызвать вопрос аудитории, что вчера в Центральном парке. Что? Произошло некое событие. Какое? Что ты тянешь? Давай. Молодой негр. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Он научил меня разговаривать с аудиторией, которую я не вижу и не слышу. Как? Очень просто. Я все время создавал конфликт между собой и аудиторией. Теперь, что такое конфликт? Если вы думаете, что когда вы ругаетесь с родителями, это конфликт, вы правы только отчасти. Мы говорим так или иначе про конфликт драматический или драматургический. Тот самый конфликт, который, с моей точки зрения, так же, как атомы являются кирпичиками строения Вселенной, является кирпичиком строения социальных отношений. Всех. Без исключения. Эти кирпичики, если научиться их складывать, создадут вам картину, как я уже говорил и повторю, не только в слове, но даже в живописи. Когда мои студенты не поверили, что это применимо, этот метод разбора на кирпичики применим в живописи, я взял, и, слава богу, была большая юбилейная выставка Левитана, и потащил всех на Левитана. Я говорю, ну давайте, у вас технология в руках, метод есть, давайте вот эту картину разберем. После споров, криков и так далее, они поняли, что я прав, что картина тоже разбирается на кирпичике драматургического конфликта. С чего он начинается? Я уже устал все. Конфликт любой начинается с события. Предположим, вы дома ночью, и вдруг гаснет свет. Ну, перебои с электричеством. Это событие? Вас спрашивают. Нет. Это событие только в том случае, если вам этот свет нужен. Если вы к тому моменту уже спите, или собираетесь спать, или тупо смотрели телевизор, зевая, как вы вот сейчас, да, и пытаясь заснуть. И это не событие, потому что ничего не произошло. Событие мы начнем называть только то стечение обстоятельств, которое делает задачу, поставленную перед вами прежними обстоятельствами, невыполнимой. Если у вас завтра экзамен, вы ни в зуб ногой вообще, ни бум-бум, вам подруга или друг дали конспекты на ночь почитать, и вдруг гаснет электричество. Это событие? Это катастрофа, понятно. Любая катастрофа — это тоже событие. Смотрите, вы можете отвечать «да», можете отвечать «нет», но если вы поверите в обстоятельства, о которых я говорю, если вы действительно, и вот тут вступает в роль уже темперамент, о котором я говорил, если вам действительно нужно, хочется выполнить эту задачу, прочесть конспекты до утра, то отключение электричества для вас будет событием. Что ж такое событие? У вас были обстоятельства от прежнего события. Вы не готовы к экзамену, и вам нужно к нему подготовиться. Вы взяли главное обстоятельство. Если я не подготовлюсь к этому экзамену, если я не прочту эти конспекты ночью, мне конец. И вдруг новое событие отменяет это обстоятельство. Вы не можете прочесть их. Не может. Темно. Значит, произошедшее событие, погасшая лампочка, дает вам новые обстоятельства. Какие? Вам нужно, во что бы то ни стало, сделать так, чтобы опять было светло. Ну, чтобы вы могли продолжить заниматься конспектами. Верно ведь? Если лампочка лежит на шкафу, и вы знаете где. Включили айфон на этот, пошли, посмотрим. Нормально. А если нет лампочки? Если лампочка есть у соседа, то можно сходить к нему, но три часа ночи. Если есть круглосуточный магазин, где лампочки продают за углом, но страшно идти, или минус 30. Вы понимаете, что одно событие порождает такое количество обстоятельств, неимоверное, которое моментально вовлекает вас в конфликт с этими обстоятельствами. Предположим, вы решили, что никакой проблемы нет, что это никакое не событие, потому что вон лампочка на шкафу. У вас задача остается прежней, вам нужно просто включить свет. Вы стоите в табуретку, лезете за лампочкой, вкручиваете, падаете, ломаете ногу. Событие? Событие, потому что у вас прежней задачи вкрутить лампочку уже не осталось. У вас появляется новая задача доползти до телефона и дать знать кому-нибудь, что вы сломали ногу. А если нет телефона? Я сейчас понятно говорю или нет? Все вышеописанное укладывается в элементарную схему. Событие, обстоятельства, которые вытекают из этого события, субъект действия, но это вы, который принимает те или иные обстоятельства главными, важными, единственными, получает, исходя из этих обстоятельств, в новую задачу и начинает действовать для того, чтобы эту задачу исполнить. И все это до следующего события. Кирпичик, о котором я говорю, тогда будет выглядеть вот так. Понятно, что ни одно событие на пустом месте не совершается, что есть некая прежняя задача, которую мы с вами выполняем. Это вот мы и движемся для того, чтобы выполнить эту задачу. Мы движемся, стрелка такая жирная, что вот-вот мы ее выполним. Нет. Бабах! Событие. Событие – это то, что отменяет нашу прежнюю задачу. Она уже невыполнима. Но это событие порождает громадное количество других обстоятельств, как я говорил уже. Субъект, то есть мы с вами, выбирает какие-то эти обстоятельства, как главные, какие-то как незначительные. Выбрав главные обстоятельства, он получает себе новую задачу и тупо начинает действовать на ее исполнение. Прямо вот хочет он это, и все. Бах! Следующее событие. Это элементарная схема. Заметьте, я пока говорю про одного действующего субъекта. Про одного. Когда их хотя бы двое, задача усложняется неимоверно. Давайте пока про одного поговорим. Вы пишете заметку. Иван Петрович пошел гулять с собакой, поскользнулся, упал на собаку, собака выжила, он нет. Ну, схематично. Может же быть такая заметка, правда? Ну, может. Слушайте, какая собака? Если вы опишите ее так, как его, вас редакция не примет. Потому что важно знать, такой Иван Петрович. Какого черта он поплел с такой собакой гулять? Где он мог поскользнуться в июне месяце? Почему собака выжила, а он не очень? А вдруг он был инфарктик, и испугался зубов собаки, когда падал мимо, пролетал. Все что угодно. Но, если вы начнете рассказывать эту историю, вот в этой схеме, то есть должны понять, какая задача была у Ивана Петровича до того, как он вышел гулять с этим монстром. И вы прям тупо начинаете. Иван Петрович вышел из дома в таком-то таком числе, потому что хотел того-то и того-то. Дальше должно произойти событие. Не обязательно главное событие. Что-то же привело к главному событию. В это время по улице проезжал, давайте Аннушку с маслом вспомним, грузовик в соседний магазин, перевернулся, разлил масло. Пройти он не мог, захотел обойти. То есть у него поменялась задача. Он не в парк идет уже, но, говорите вы, там так канавка устроена, что и так далее, и тому подобное. Если вы будете нанизывать действия этого вашего персонажа на эту цепочку, вы сможете произвольно долго удержать внимание вашего читателя. Почему? Да потому что он тогда будет видеть эту ситуацию, он будет сопереживать конфликту, в данном случае конфликты с чем? С окружающей средой, с обстоятельствами, которые окружают. И эта схема, еще раз говорю, универсальна. Что такое живопись? Живопись — это всего-навсего отношения между собой темного и светлого, холодного и теплого. Все остальное — это сюжет и так далее. Так вот, конфликт в живописи — это конфликт холодного и теплого, светлого и темного. Больше ничего. Если вы посмотрите не на любую картину, но на любой шедевр живописный, вы эту схему там найдете. Кто с кем конфликтует? Совершенно понятно, что когда добавляется второй персонаж сюда, мы должны сделать поправку. Почему? Потому что для того, чтобы возник конфликт, событие для двух и более персонажей должно быть общим. Но где возникает конфликт? Идет взвод солдат. Впереди мост. Идти не в ногу. Есть такая команда, чтобы мост не вошел в резонанс. Все идут не в ногу, переходят мост благополучно. Есть события, есть конфликт? Нет. Если кто-то из них от команды идти не в ногу, вдруг побежит и кинется в реку, не знаю, почему бабушка ему говорила, иди не в ногу. Он вспомнил бабушку, загоревал, что она погибла 20 лет назад и бросилась. неважно. Мы тоже не получим конфликт. Если на всех субъектов действия, субъект действия – это тот, кто действует, понимаете? Это люди, иногда собаки, как вот в этой истории. Для всех для них происходит одно событие, но порождает каждому разные обстоятельства, которые он считает главными, тогда у них, у субъекта А главное обстоятельство вот это, у субъекта Б вот это, у субъекта С вот это. И они все начинают действовать, исходя из своих обстоятельств. Значит ли это, что они действуют в одну сторону? Нет. И это значит, что то обстоятельство, которое неважно для одного, вдруг смертельно важно для другого, и у них действия становятся разноправленными. Вот тогда можно и до скандала довести. Как это использовать на практике? Я мастер. Некоторые называют это провокацией. Я не согласен. Потому что, если использовать термин провокация как действие, которое вызывает желаемый результат, мной желаемый, тогда что я делаю? Я просто вбрасываю события. А поскольку люди разные, задачи, с которыми они пришли, разные, желания у них разные, у них возникают совершенно разные действия. от вброшенной мной провокации, от события, которые я им создал. Петр Петрович выбирает одно обстоятельство. Ах, так, так я сейчас тебе, значит, вот из... Анна Кузьминична говорит, ууу, я этого не знала, пойду-ка я отсюда. Вбросив одно и то же событие, которое порождает разные обстоятельства. Я заставляю субъектов действовать разнонаправленно, направленно, исходя из того, какое событие они выберут. Это и есть конфликт. Это и есть то, что позволяет зрителю неопределенно долгое время следить за тем, что происходит. Это понятно? Вел программу «Хмурое утро». Был такой опыт в моей жизни. Лучшая, наверное, передача была, которую я делал. Радио сначала, потом телевизионное. Радиопередача — это либо новости, либо интервью. Ну, либо можете прочесть стихи или какой-нибудь... То есть театр, художественное слово. Больше ничего. Как сделать из радиопередачи зрелище с множественными конфликтами? Колоссальная, теоретическая задача. Как я исполнил ее на практике? Я набрал в передачу определенное количество масок. Мы называли их персонажами. Одного звали Миша Тормоз, потому что он действительно был Тормоз. Другого самоубийца, потому что он позвонил в программу и сказал, я хочу покончить с собой, помогите мне. Я говорю, кончай себе. Он вылетел с четвертого этажа, сломал ногу, потом пришел на программу. Была женщина, которая была хороша с собой, ее называли богиня. Ну и так далее. То есть каждый из них носил определенные черты, масочные. Такая комедия-дель-арт. И дальше, вкидывая столь разным персонажем одно и то же событие, а событием мог послужить звонок слушателя, который порождал абсолютно разные обстоятельства и разные отношения к этому звонку. И я мог часами, а передача шла три часа, два раза в неделю, четыре, с семи до одиннадцати. Я мог часами молчать, потому что конфликт зрел сам, подогревался сам, в него включались слушатели. Один звонил, был на стороне одного, потому что принял его обстоятельства. Другой звонил, был на стороне другого, потому что принял его обстоятельства. И эта драка иногда мне так надоедала, что я переключал круг внимания и просто вырубал он микрофон, и все. Все, о чем я говорил сегодня, это уныло, скучно и правильно, потому что, во-первых, это проверено мной, как профессионалом, а во-вторых, это требует усилия ежедневного и колоссального. Все, что требует ежедневного и колоссального усилия, почти все, если это не игра Аршавина за сборную. Все правильно. Теперь ваши вопросы. Ну и спасибо вам. Ну и ладушки. Я так понимаю, что фестиваль вас так утомил, что вопросы только от взрослых будут поступать. Я вас слушаю. Здравствуйте. У меня не вопрос, у меня пожелание. Возможно потом подойти и получить ваш автограф? Конечно. Только вам. Хорошо. Тогда мне фотографию, пожалуйста, одну. Ну нет, на самом деле Только вам. Ой, спасибо. Ну, на самом деле мой вопрос немного в другом. Он, конечно же, касается журналистики. Вот вы так… Смешно, да? Ну да. А я о чем сейчас говорю? Действительно. Он… Я хотела вас спросить, как вы считаете? Вы сейчас так много сказали о конфликте, так вообще достаточно сложно для кого-то, для кого-то интересно. Ну вы это поняли или нет? Конечно. Разобрали его. А то смотрите, никакой фотографии тогда. Нет, нет. Я, естественно, все поняла, я слушала. Ну вот. То есть стоит ли газетная статья, я представитель СМИ, прессы, стоит ли чего-то газетная статья, в которой не подразумевается конфликта? Вы знаете, она, может быть, что-то стоит в смысле того, что вы за нее получите деньги, если напишете ее, а дурак-редактор ее опубликует. Но любая газетная статья, как и любое другое произведение, не искусство, просто произведение, оно стоит только тогда, когда его кто-то прочел. А для того, чтобы его кто-то прочел, нужно, чтобы этот кто-то удержал внимание на том, чтобы говорить, вот схема, я ее предложил, можете использовать, денег не беру. А фотографироваться когда? Потом. Добрый вечер. Как вы считаете, может быть ли журналистика объективной? Это понятно, откуда ноги-то растут. Вы на лекции Венедиктова тоже были? Ну да, но вопрос у меня зародился уже давно, потому что я очень люблю гон за журналистику. Видите ли, в чем дело? Я полагаю, что нет, не может. Я полагаю, что нет, потому что каждый из вас, уйдя из этого зала, если его попросит написать отчет о том, что здесь было, несмотря на то, что все присутствовали при одном и том же событии, напишет его по-своему. Мнение, а журналист без мнения это кто? Это репортер. Мнения могут разойтись. Поэтому я и призывал в первой части своего пафосного монолога стать личностью, стать человеком, чтобы иметь право на это необъективное отношение к понятным всем общим фактам. Поэтому ответ нет. Я считаю, что объективной журналистикой быть не может. Благодарю. Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, книгу, прощение. Война и мир Толстого. А что-нибудь не есть в школьной программе? Что-нибудь не есть в школьной программе? Желательно пять. Анна Каренина. А еще четыре? Прочтите обязательно Соборян Лескова, если говорить о русской классике. Обязательно прочтите что-нибудь по вашему выбору Чехова, Платонова. И тут я могу продолжать почти до утра, до нынешнего времени. Начните с классики, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Матвей Сережкин из города Екатеринбурга. Я представитель отряда «Каравелла». Хотел бы вас спросить... Скажи, пожалуйста, ты без оружия сейчас? Конечно. Хорошо, да. А то я уж начал побаиваться. Хотел бы вас спросить... Я забыла вопрос? Ну и правильно. Знаешь, что я сделал сейчас? Я переключил твое внимание на себя, и ты из внутреннего круга ушел. Вот сейчас, как мы говорили, вернись во внутренний круг, и сразу вспомнишь вопрос. Какие конфликты стоило бы больше рассматривать или не рассматривать в кругу большой аудитории? Я не очень хорошо понимаю вопрос, если честно. Но, может быть, ты имел в виду темы. Потому что конфликт в терминологии, о которой мы сейчас говорили, это всего-навсего кирпичик построения любой темы. Я считаю, что в большой аудитории можно рассматривать любую тему, если эта аудитория целевая. Вряд ли с вами сейчас, я имею в виду с молодыми людьми, я стал бы говорить о старческом геморрое. Правда? Ну, было бы это ни к чему, и вами не понято. Да, и с моей стороны пока еще не совсем правда. Поэтому тема любая, если аудитория этой темы жаждет, если она для нее. Ответил? Да. Спасибо. А еще можно ваш автограф тоже? Пожалуйста. Я же уже сказал. Один автограф, одна фотография. И эти счастливчики уже есть. Один совет можно. Личный совет? И один личный совет. Хорошо. Здравствуйте. Я хотела спросить о вдохновении. Как вы ее сегодня представляете, когда она приходит? Слушайте, это очень хороший вопрос. Очень хороший, особенно если адресовать его Гордону, который еще и делает некий шоу и в театре занят, в спектаклях. Представьте себе, вот вам говорят, в четверг в семь вечера без вдохновения не приходи. Вот в четверг в семь вечера у тебя должно быть вдохновение. А именно так должен себя чувствовать артист, которого в четверг в семь вечера спектакль и попробуй, приди без вдохновения. То есть без желания, без темперамента, без обаяния, о чем я говорил. Все то, что я в первой части своей говорил про наблюдение за миром, вы меня слушаете или нет? Все то, что я говорил в первой части про наблюдение за миром, про то, чтобы вы непрерывно обогащали, набирали багаж и так далее, делает вас готовым к проявлению того, что называется вдохновением в любую секунду. В любую секунду. Что там смешно? Вот для них произошло какое-то событие. Мы его не знаем. Поскольку их смех стал событием для меня, мы уже находимся с ними в конфликте. У них одна задача, у меня другая. Наглядно? Хорошо. Я бы правильно сейчас спросить? А вот... Что? Вы так спокойно все говорите. Нет. Я просто... Мне чешется в горле, когда я стесняюсь. Ну вот, как вы... Нет, у вас такого не возникает, что... Вы считаете, что можете рассказать? Очень хороший вопрос. Знаешь, что я тебе скажу? У меня, к сожалению, обратная ситуация. Я очень давно не волнуюсь перед любым выступлением, будь то спектакль, телевизионная программа или вот выход к вам. И это плохо. То есть, этот трепет прежний, который все-таки необходим, как написал мой отец в стихотворении именно про это, про отсутствие вот вдохновения. От бурлята эти дрожжи долька лунная растает. Не хватает горстки дрожжей, кома в горле не хватает. Пока он у тебя есть, ты молодой и счастливый человек. Спасибо. Что-то у вас много. Здравствуйте. Лукьянова Юля, газета «Городские вести», город Первоуральск. Мой вопрос не касается этой лекции, а больше касается России и Америки. Мне хочется узнать ваше мнение. Меньше месяца назад агентство «Интерфак» заявило об отмене программы обмена «Флекс», то есть бесплатной программы, на конкурсной основе которой каждый ученик восьмого-десятого класса мог на конкурсной основе поехать в США и получать там образование в обычной школе в течение одного года. Российское правительство сделало вывод, что Америка забирает у России очень много талантливых специалистов и они потом впоследствии эмигрируют именно в Америку, а они остаются здесь, в России. Так а кто программу закрыл? Программу закрыла Россию. Америка согласна дальше сотрудничать с Россией и мне непонятно поведение. Мы пытались написать президенту об этом. Мы собрали более тысячи подписей. Там больше десяти тысяч. Мне кажется, я не могу утверждать точно, мне кажется, что я догадываюсь, в чем причина. Причина в том, что мы действительно находимся в очень сложных отношениях с Соединенных Штатами Америки сейчас. И отношения эти, они впервые с Холодной войны пришли в такой раздраве именно по идеологическим соображениям. Что такое идеология? Идеология – это убеждение, что ты идешь в правильном направлении. Американцы абсолютно убеждены, что они идут в правильном направлении, а мы считаем, что нет, это мы идем в правильном направлении. Два облака сошлись, как два барана. Конечно, ничего, никакой скверны от того, что молодой человек получится в год в других условиях увидеть другую страну, не было и быть не может. Но, видите, как даже вы падаете же, пали жертвы вот этих новых обстоятельств, которые возникли на мировой арене. Мне очень жаль. Спасибо. На этот вопрос меня спровоцировала моя мама, она мне позвонила и сказала, Юля, а ты помнишь, как ты в 6 лет посмотрела со мной программу «Закрытый показ»? Несчастная, боже мой. Я всегда смотрела «Закрытый показ» с мамой. И мама мне сказала, все, иди спать. И я встала перед телевизором, поклонилась и сказала, спокойной ночи, дядя Саша. Спасибо. И с тех пор Александр Гордон у меня социируется с дядей Сашей. Спасибо тебе, радость. Спасибо вам большое. Спасибо, да. Здравствуйте, я Николай. Филя, Степашка и дядя Саша. Как я недавно узнал, что чем короче вопрос, тем длиннее ответ. У меня вопрос короткий. Вот вы обсуждаете конфликты, а в жизни вы конфликтный человек? Да. Вопрос для меня, значит. Это я к тому, что ты не верь чужим убеждениям по поводу рифмы между вопросом и ответом. Не все так просто. Здравствуйте. У меня вопрос вот такой. С самого начала вашей лекции вы сказали, что вы не считаете себя журналистом. Я правильно понимаю? Да. Вы называли себя автором. Да. И тем не менее, у вас есть радио, телепередача, вы постоянно даете интервью, являетесь актером и режиссером. А какую отрасль деятельности вашей вы можете назвать основной? Основная отрасль моей деятельности я несчастный человек. Потому что я принужден зарабатывать деньги тем, чего не особенно люблю. Это на телевидении. Если бы у меня была возможность полного выбора, то, конечно, я бы только снимал кино. Или ставил бы спектакли на театре. И ничем другим не занималась. Но, к сожалению, на это сегодня ни мне, ни всем моим семьям прожить невозможно. Извините, пожалуйста, микровопрос еще. Расскажите, пожалуйста, про Виктора Гинзбурга, про ваше сотрудничество и Generation P. Вкратце. Вкратце этого не расскажут. Но вы будете работать с ним дальше? Он же Empire Way делает, насколько я знаю. Если Витя позовет, конечно. Спасибо. Добрый вечер. Вы давали интервью Вадимиру Познеру и сказали, что одним из ваших любимых фильмов является «Не горюй», режиссер Данелия. С точки зрения теории конфликта, которую вы выдвигаете, чем хороший этот фильм? На чем основано удержание внимания? Давайте сначала начнем. Помните самое начало фильма? Не очень. Давно смотрим. Но оно рифмуется с концом, когда он уже ребенка тащит домой, помните? Говорит, вот, забрал у них. Разве они воспитают? Конечно, дорогой, кто лучше тебя воспитает? И дальше, через паузу, говорит, вот, несу сестре, думаю, обрадуется. Это в каждой сцене. Георгий Николаевич, как мастер создания конфликта, в каждой сцене, если вы посмотрите, вот после того, что я рассказывал здесь, очень внимательно, вы поймете, о чем я говорил. Помните, появляется герой Леонова с собачкой, с Эрзрумом? Они через мостик переходят. Не помните. Посмотрите кино, вы все поймете. Чего меня спрашивают? А еще. Вы разрешили сделать автограф, фотографию, дадите совет, разрешите сделать с вами видеозапись? Короткую. Коротенько, часа на полтора? Буквально несколько секунд. Я не понимаю, зачем вам эти фотографии, эти автографы, никогда не понимал, правда. Во-первых, автограф этот, ну, максимум, через две недели вы выкинете. Фотографии эти, они, ну, ребят, поверьте, вот наберите там хэштег Гордон, да, и такое количество милых, симпатичных, разных лиц вы увидите в инстаграме только в одной, меня-то пожалейте, блин. Ну, ну, ну как, надо с собой возить уже, знаете, вот эти, как они, картонные, ставить, и все, да, да, да. Снимайте из зала, кто вам не дает. Здравствуйте, я Альберт. Здравствуйте, Альберт. У меня такой вопрос. Я староста своей группы в институте. Сочувствую. Спасибо. Я был старостой на первом курсе. То ли у вас группа такая, то ли времена изменились, потому что мне-то приходилось с чем заниматься? Это каждый день в деканате отмазывать тех, кто не пришел на первые три лекции. Я знаю, я вас понимаю, правда. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как привлечь и удержать внимание своих одногруппников? Одногруппников или одногруппниц? Ну, лучше второе, но можно и первое. Поверьте мне, поверьте мне, старому человеку, что как у старосты у вас ничего не получится. Используйте и они сами к вам потянутся. Спасибо. Меня зовут Ислам Гогулнас. У меня такой вопрос. Я как бы очень люблю смотреть вашу программу «Мужское и женское». Ну и у меня сложилось такое впечатление о вас, что вы очень прямолинейный и иногда бываете жестким. Такой ли вы в самом деле? И если вы на самом деле такой, ну не мешает ли это вам в личной жизни? Как? В жизни. Видите ли, в чем дело. Я тут за кулисами у Алексея Алексеевича подслушал кусочек интервью, который он давал одному из изданий. И когда его спросили про интервью, как он их берет, он говорит, ну видите, все-таки пора, разного. Потому что одно дело ты с Плесецкой общаешься, другое дело с Медведевым, третье дело с Навальным. А я подумал, что это не дело совсем, что аристократический подход к людям заключается в том, что ты со всеми одинаков. То, что ты можешь сказать в лицо Путину, ты должен не больше того сказать в лицо раздражающей тебя, скажем, консьержки. То есть ко всем одинаково. Поэтому в этой программе я стараюсь так и относиться. Но что делать, если люди бывают с влачами, дебилами и подлецами? Ну что? Только выражать свое отношение к ним. Больше ничего. Александр, здравствуйте. Как ваше настроение? Еще не устали тут от нас отбиваться? Говорите, говорите. И чем быстрее вы это сделаете? Я хочу спросить у вас, если в рамках веб-журналистики общаться, всегда ли хороший материал станет хитом в сети и всегда ли хиты в сети это хорошие материалы? Вы знаете, я очень далек от веб-журналистики, не могу вам ничего сказать. Если вы считаете, что некое количество постов, которые в тех или иных сетях размещают люди не очень профессиональные и не очень знающие, это веб-журналистика, то я с вами даже спорить не стану, это не так. Что касается журналистики, неважно, неважно, в каком виде она доходит до аудитории, в печатном, в веб, сорока на хвосте принесла. Если это журналистика, то есть попытка высказаться, привлечь внимание других, имея на это основание, то я только за. Добрый вечер. Есенин писал и похабничал я и скандалил для того, чтобы ярче гореть. Вы согласны или не согласны с этим? Знаете, мне ближе другой подход. Когда Александр Сергеевич Пушкин был сослан в Кишинев, по дороге в этот славный городок, он устроил около 11 дуэлей. И после там 10-й он писал брату Льву следующее буквально. Достаточно ли я нашумел, чтобы продать Руслана и Людмилу? Здравствуйте. Вопрос по теме лекции. В каких ситуациях следует избегать конфликтов? Спасибо. Вы имеете в виду в жизни? Да. Вы не сможете избежать конфликта. Не сможете даже сами... Более того, вот вы выходите на улицу, а там минус 12 в октябре. Это ваш конфликт с природой. В бесконфликтном мире жить нельзя. Поймите. Другое дело, что вот эта схема действительно может пригодиться для того, чтобы в отношениях с близкими людьми хоть как-то остудить раскаленную голову. Потому что если вы будете понимать, почему ваш партнер или ненавистные вам в это время мама или папа действуют так, то у вас будет ход вперед, у вас будет фора. Прощайте близких и все. Еще раз спасибо. Добрый вечер, Александр Горевич. У меня такой вопрос конкретно Горевич. 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 Папу зовут Гарри Борисович, поэтому я Горевич. Хорошо, извините. Я однажды прочитала такое определение профессии журналиста, которая характеризует эту профессию, которая существует только в рамках чужой жизни. То есть что журналист это человек, который пишет о событиях каких-то, о чужих людях, о чужих неудачах или успехах. То есть по сути этот человек в какой-то момент понимает, что он теряет собственное я. То есть и в связи с этим у меня вопрос возникает. Вы считаете, что вообще в журналистике такое явление может существовать? Имеется ли оно место быть? Как потеря себя в своей собственной жизни? Вы знаете, но сказанные вами слова или не вами, а кем-то там другим, они совершенно справедливые по отношению, скажем, к актерам. Это сколько надо сыграть, а ты-то где здесь? К писателям. Потому что редкий писатель напишет четыре автобиографических романа подряд. Он все-таки копается в чужой жизни, так или иначе. Поэтому еще раз говорю, это трагедия, если ты тень других людей. И это счастье, если ты самостоятельный человек и имеешь право даже на комментарии к их жизни. Понимаете? Да. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Бормотова Анастасия, я один из представителей Айсберг ТВ. И у меня есть вопрос, во всех ли ситуациях можно найти конфликт? Ну, в случае с Айсберг ТВ конфликт очевиден. Там большая часть под водой же, правда? Во всех. Так же, как мир устроен, как я говорил, из кирпичиков мироздания, из атомов, молекул, так отношения человеческие, даже если человек один, они устроены вот из этих конфликтных кирпичиков. Мы не можем жить в среде, где ничего не происходит. каждый момент, каждую секунду с нами происходит какое-то событие. Это событие вызывает целый ряд обстоятельств в жизни. Мы выбираем те или иные обстоятельства, ставим перед собой задачу, начинаем действовать и тут же натыкаемся на другое событие. бесконфликтная среда невозможна. Другое дело, что очень часто в средствах массовой информации, не умея воспроизвести эту среду, создают тексты, текстами я называю сейчас любое произведение, которые в глаза-то взять нельзя, потому что они как раз бесконфликтные. Они отличаются от жизни так же, как гипсовая маска, только от лица живого, как сказал один замечательный поэт. Ответил? Да, спасибо. Пожалуйста. Вас все больше и больше. Здравствуйте, меня зовут Алена, я тоже из Айсберг ТВ. Скажите, пожалуйста, вы любите спорить? Повезло Айсберг ТВ. Спорить? Да. Терпеть не могу. С возрастом я привык соглашаться. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Как вы думаете, журналистами становятся или рождаются? Очень хороший вопрос. И тут я должен вернуться к тому, с чего начинал сегодняшний разговор. Я считаю преступным перед молодыми людьми, которые выбирают профессию, профессионально обучать в вузах, университетах театральному делу, писательскому делу и журналистике. потому что это не профессии, это прикладные профессии. Если вы, как это делается, кстати, во многих странах мира, получаете хорошее гуманитарное образование, и при этом у вас есть склонности к одному или к другому, или к третьему, кто вам запретит после этого стать писателем, журналистом или актером? Ну, когда вас пять лет мурыжет в эту сторону, не давая вам материала, для того, чтобы у вас возникло мировоззрение, не давая вам и профессии как таковой, потому что она мигрирует и меняется, я считаю, что этого делать нельзя. И если вы хотите заниматься журналистикой, идите в тот вуз, который вам ближе. Пусть это будет история, социология, пусть будет все, что угодно. Журналистика от вас не уйдет. Станьте грамотным человеком, а уж потом выбирайте себе профессию. Спасибо. Вопросы на сегодня закончились. Спасибо огромное. Спасибо вам большое всем.